Писатель Евгений Петров имел странное и редкое хобби. Всю жизнь коллекционировал конверты от своих же писем. Делал он это так. Отправлял письмо в какую-нибудь страну. Все кроме названия государства он выдумал. Город, улицу, номер дома, имя адресата. Поэтому через месяца полтора конверт возвращался к Петрову. Но уже украшенный разноцветными иностранными штемпелями, главным из которых был адресат Неверин. Но в апреле 1939 года писатель решил потревожить почтовое ведомство Новой Зеландии. Он придумал город под названием Хайтбервилл, улицу Райтбич, дом 7. И адресата Мэрила от жена Уэйлзли. В самом письме Петров написал по-английски. Дорогой Мэрилл, прими искренние соболезнования в связи с кончиной дяди Пита. Крепись, старина. Прости, что долго не писал. Надеюсь, что с Ингрид все в порядке. Целуй дочку от меня. Она, наверное, уже совсем большая. Твой Евгений. Прошло более двух месяцев, но письмо с соответствующей пометкой так и не вернулось. Решив, что она затерялась, Евгений Петров начал забывать о нем. Но вот наступил август, и он дождался ответного письма. Поначалу Петров решил, что это кто-то над ним подшутил так в его же духе. Но когда он прочитал обратный адрес, ему стало не до шуток. На конверте было написано «Новая Зеландия, Хайтбервилл, Райтбич 7, Мэри Лоджин Уэйлзли». И все это подтверждалось синим штемпелем «Новая Зеландия, почта Хайтбервилл». Текст письма гласил. «Дорогой Евгений, спасибо за соболезнование. Нелепая смерть дяди Пита выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто вспоминаем те два дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдет во второй класс. Она до сих пор хранит мишку, которого ты ей привез из России». Петров никогда не ездил в Новую Зеландию. И поэтому он был тем более поражен, увидев на фотографии крепкого сложения мужчину, который обнимал его самого. Петрова. На обратной стороне снимка было написано «9 октября 1938 года». Тут писателю чуть плохо не сделалось. Ведь именно в этот день он попал в больницу в бессознательном состоянии с тяжелейшим воспалением легки. Тогда в течение нескольких дней врачи боролись за его жизнь, не скрывая от родных, что шансов выжить у него почти нет. Чтобы разобраться с этим то ли недоразумением, то ли мистикой, Петров написал еще одно письмо в Новую Зеландию. Но ответа уже не дождался. Началась Вторая мировая война. Евгений Петров с первых дней войны стал военным корреспондентом «Правды» и «Информбюро». Коллеги его не узнавали. Он стал замкнутым, задумчивым, а шутить он вообще перестал. В 1942 году самолет, на котором он летел в районе Дуэлл-эк-Дейске, пропал. Скорее всего, был сбит над вражеской территорией. А в день получения известия об исчезновении самолета на московский адрес Петрова поступило письмо от мэри Ло Уэйлзли. Уэйлзли восхищался мужеством советских людей и выражал беспокойство за жизнь самого Евгения. В частности, он писал. Я испугался, когда ты стал купаться в озере. Вода была очень холодной. Но ты сказал, что тебе суждено разбиться на самолете, а не утонуть. Прошу тебя, будь аккуратнее. Летай по возможности меньше.